Добрый день, дорогие друзья! С вами Анна Смирь на канале Питер Видео. И сегодня наше видео будет посвящено путешествию по России. Наверняка вам хорошо известен такой туристический маршрут, как Золотое кольцо России. В него входят древние города Северо-Восточной Руси, которые действительно прославились своей архитектурой, культурой и искусством. В состав Золотого кольца, как всем известно, входит 8 городов. Это такие города, как Ярославль, Переслав Залезский, Сергеев Посад, Ростов-Великий, Кострома, Иваново, Владимир, Суздаль. Позднее список Золотого кольца России был дополнен еще такими городами, как Углич, Плес, Юрьевс-Польский, Александров, Тутаев, Касимов и Калуга. Я приглашаю всех зрителей попутешествовать вместе с нами по некоторым городам Золотого кольца России. Многочисленные архитектурные сооружения Троицы Сергеевы Лавры выстроены лучшими зодчими страной в XV-XIX веках. Ансамбль монастыря включает более 50 зданий разного назначения. Вокруг Троицкого собора сформировался архитектурный ансамбль Лавры в честь и похвалу преподобному Сергею Радонежскому. А сейчас мы с вами зашли в Троицкий собор Сергеевой Лавры. Посмотрите, какая красота! Иконостас, который мы с вами видим, был расписан иконописцами, которые, я думаю, всем хорошо известны. Это Андрей Рублев и Даниил Черный. Специально для Троицкого собора была написана икона Святая Троица во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Крупнейшее сооружение монастыря – это Успенский собор, который был воздвигнут в 1559-1585 годах по образцу Успенского собора Московского Кремля. В работе над иконостасом принимал участие Симон Ушаков. Фрески были выполнены в 1684 году Дмитрием Григорьевым. Могу сказать лично от себя, что Сергеев Посад на меня произвел просто неизгладимое впечатление. Мы здесь находились около пяти часов. Но я думаю, что если бы у нас было достаточно времени, мы бы здесь находились гораздо дольше. Потому что здесь уникальная, очень прекрасная, красивая атмосфера. Вы знаете, здесь такое большое количество туристов, и они настолько поражены и восхищены всем окружающим. Поэтому я могу вам всем порекомендовать хотя бы раз в жизни приехать в Сергеев Посад и посмотреть, познакомиться с этим великолепием, с этой прекрасной русской красотой. Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас из Сергеева Посада мы с вами переезжаем в Ярославскую область. Здесь находится небольшой уютный городок Переяслава-Залезский. Этот город находится на берегу Плещеева озера. Он был построен в XII веке князем Юрием Долгоруким. Здесь большое количество красивых монастырей. Их пять. Затем девять церквей. И все они настолько разноплановые, интересные, красивые. А колокольный зон, который сопровождает вас повсюду, просто восхищает. А сейчас мы с вами находимся на центральной площади прекрасного города Владимира. Город Владимир был образован в 990 году. Владимир начинает расти и развиваться благодаря Владимиру Мономаху и Юрию Долгорукову, которые укрепляли его для защиты Ростова-Суздальского княжества. В 1157 году князь Андрей Боголюбский перенес сюда столицу княжества. Во Владимире и Суздале сложилась Владимиро-Суздальская школа живописи. В городе велось летописание. А сейчас мы с вами подошли к Успенскому собору. Это выдающийся памятник архитектуры белокаменного зодчества XII века. Давайте с вами зайдем в этот собор и внимательно его осмотрим. Успенский собор – это один из немногих храмов, где находятся подлинные фрески Андрея Рублева. Также здесь находятся мощи святых князей Андрея Боголюбского, частицы мощей Александра Невского. В 1992 году Успенский собор включен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас в Успенском соборе находится музей и проводятся регулярные богослужения. Проехав несколько километров от города Владимиро, мы с вами оказались в поселке Боголюбово. Это бывшая резиденция князя Андрея Боголюбского, которая была построена в XII веке. Я предлагаю всем прогуляться по территории монастыря и посмотреть прекрасный храм. А сейчас я хочу вам показать чудо русского зодчества – белокаменную церковь Покрова на Нерли. Она находится совсем недалеко от Боголюбова, всего лишь в полутора километрах. Посмотрите на эту красоту. Она стоит в чистом поле. Церковь Покрова на Нерли была построена в 1165 году и освящена в честь праздника Покрова Богородицы. Церковь Покрова на Нерли с 1992 года входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Белокаментные памятники Владимира и Суздаля». Боголюбский луг, на котором находится церковь, также охраняется как природная территория и историко-ландшафтный комплекс. А сейчас мы с вами прибыли в Суздаль, и я предлагаю вам прогуляться вместе с нами по территории Суздальского Кремля и внимательно осмотреть прекрасный Рождественский собор Суздальского Кремля. Суздальский Кремль существует с X века. Кремль сохранил земляные львы, древние крепости, несколько церквей и ансамбль архиеверейского двора с древним Рождественским собором. Собор Рождества Богородицы был построен в начале XIII века в 1222-1225 годах. Западные и южные золотые врата собора – это шедевры русского прикладного искусства XIII века. Врата состоят из деревянной основы, обитой медными листами, которые разделены на клеймы. В 1233 году собор был украшен фресковой жилописью, созданной ростовскими и суздальскими мастерами. Рождественский собор с 1992 года входит в объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Дорогие друзья, поездка по Золотому кольцу России произвела на меня неизгладимое впечатление. Действительно, это очень красивые древние русские города. Это наша история, это наша культура, это наше зодчество, о котором надо рассказывать нашим детям. И я всех приглашаю посетить Золотое кольцо России, показать своим детям эти замечательные архитектурные ансамбли. Возможно, всю историю они не запомнят, но впечатления, которые производят вот эти все замечательные города Золотого кольца, конечно, неизгладимы и остаются на всю жизнь. И, возможно, когда они вырастут, они снова захотят сюда вернуться. Поэтому я всех приглашаю посетить Золотое кольцо России, посмотреть, попутешествовать, и у вас будут останутся яркие впечатления. А с вами была Анна Смит на канале Питер Видео с небольшой прогулкой по Золотому кольцу России. Надеюсь, что она вас не оставила равнодушной, и у вас появится вдохновение попутешествовать по нашей стране. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайк. Всем хорошего, доброго настроения. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok